2 февраля на улице Курчатова у дома номер 4 неизвестный автомобилист наехал на припаркованную машину Сузуки Гранд Витара. С места ДТП нарушитель скрылся. Как считают в ГИБДД, на такой поступок у водителя, скорее всего, были причины. Это говорит о том, что водителю есть что скрывать, и зачастую водитель, покидая место ДТП, либо не имеет права управления, либо ранее был лишен права управления, либо находится в состоянии алкогольного пенения, либо у него не в порядке страховой полюс ОСАГО. Я прошу всех участников дорожного движения еще раз задуматься над последствиями оставления места ДТП. Водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит лишение права управления от года до полутора лет, либо административный арест на срок до 15 суток. Также 2 февраля в 12 часов 10 минут на улице Силкино у дома номер 19 водитель Volkswagen Passat исправился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗом. У сотрудников госавтоинспекции возникли подозрения в том, что один из водителей имеет признаки наркотического опьянения. Он был направлен для проведения медицинского свидетельства на состояние опьянения, от которого отказался. Ранее этот водитель был уже лишен права управления, в связи с чем нами был собран материал проверки, был направлен в отдел дознания нашего управления. По этому факту возбудили уголовное дело за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения повторно в течение года. За неделю сотрудники ГИБДД не зафиксировали ни одного ДТП с пострадавшими. Выявили 104 нарушения правил дорожного движения. 9 водителей задержаны пьяными, причем 6 из них в минувшие выходные. 14 протоколов составили за езду с тонировкой. 7 пешеходов оштрафовали за переход дороги в неположенном месте. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей Саров, 24.